Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте, уважаемый Президиум Владимир Николаевич, Жабулат Казирович. Вашему вниманию хочу представить доклад, сформулированный фермерами Сибирского федерального округа. На вчерашней встрече уже многие вопросы, которые я сегодня хотел бы осветить в своем докладе, уже были затронуты, но несмотря на это, я считаю, что мой доклад не потеряет актуальности, я хочу вам его довести. Сегодня фермеры играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и сохранении села, его культурного наследия, развития сельских территорий и поддержки территорий территориальной целостности страны. Фермер создает рабочие места на селе, участвует в строительстве дорог и социальной инфраструктуры. В 2020 году в стране крестьянско-фермерские хозяйства произвели зерна 30% и 35% произвели масличных, подсолнечника, рапса и так далее. Для того, чтобы доступность, для того, чтобы доступить, не допустить спада развития фермерского движения, важна внятная политика развития государства по ценообразованию. Создание условий для доходности фермерских хозяйств. Вот что ждет сегодня фермер от правительства и Министерства сельского хозяйства. Увеличение экспортных пошлин резко обрушило цены на рынки зерновых и пшеницы, рапса на сегодняшний день. И те фермеры, которые взяли дополнительные кредиты и лизинг, оказались в трудной финансовой ситуации и не понимают, как им дальше планировать свою деятельность. Какие культуры производить и в каких объемах. Принимаемые правительством Российской Федерации меры по регулированию цен отвечают интересам потребителей. И это, безусловно, положительный шаг. Однако, важно видеть всю цепочку причин, которые ведут к высоким ценам. Прибыль от продажи сельхозпродукта во всей цепочке, от производителя до переработчика и ритейлера, распределяется крайне неравноверно. Производителю достается не более 7%. При таком распределении одно лишь снижение отпускных цен приведет к разорению фермеров. Административное регулирование отпускных цен губительно для отраслей. В какой ситуации оказывается фермер? Значение цены администрирующего регулятора и понижение в росте стоимости ресурсов никак не контролируется. Получается, что проблема высоких цен на продовольственные продукты решается только за счет сельхозтоваропроизводителей. Но мы так долго не выдержим. Если рынок не начали регулировать, его нужно регулировать с разных сторон. Здесь нужны меры по снижению тарифов на электроэнергию на селе, на газ, на дизельное топливо. Возможность получать возмещение при чрезвычайных ситуациях. Регулирование ценообразования на социально значимые продукты должно включать в себя государственное субсидирование переработчиков. И это должна быть системный подход, а не единовременные меры. В то самое время, когда государство принимает меры по сдерживанию цен на продовольственные продукты, основные производители ресурсов, используемые аграриями, дорожают на десятки процентов. Дорожают все виды удобрений. В минувшем году в Российской Федерации рекордный был объем произведен минеральных удобрений. Более 52 миллионов тонн. Из них всего лишь 11 тысяч миллионов потрачено в Российской Федерации. Остальные ушли на экспорт. Для производителей удобрений не установили никаких нормативов по продаже на внутреннем рынке. Сокращение производства удобрений в Китае в прошлом году из-за коронавируса привело к повышению цен на удобрения на мировом рынке. Дополнительно к этому увеличен налог на добычу полезных ископаемых в 3,5 раза. Это привело к резкому скачку отпускных цен на удобрения. Например, в августе прошлого года селитру, которую мы покупали, стоило 13 тысяч за тонну. А сейчас она уже стоит 17 тысяч 500. А в марте мы ожидаем, что она будет еще дороже. А если не прекратить неконтролируемый экспорт, то мы вообще можем остаться без удобрений. Почему пошлины на вывоз продукции растеневодства введены, а производственные ресурсы вывозятся бесконтрольно? Цены на металл также резко увеличились. И сегодня самые высокие за последние годы. Причем наибольший рост зафиксирован именно в 2020 году. Как следствие, возрастают цены на технику, на запчасти, на оборудование. А принятие новых ставок утилизационного сбора приведет еще к большему увеличению цен. Дизельное топливо, газ традиционно дорожают в начале года. В примере посевной и это повышение в несколько раз превышает инфляцию. Если стоимость ресурсов не сдерживает, то должна быть компенсация господдержкой. Однако субсидий на багектарную поддержку она крайне мала и не решает эти проблемы. Как в таких условиях аграрий может планировать свою финансовую деятельность? Если нет возможности субсидировать рост затрат, не нужно отпускать цены. Тогда мы сможем работать, выращивать необходимую продукцию, обеспечивать продовольственную безопасность страны. Статистика последних лет показывает, что ежегодно в наших регионах создаются все больше и больше фермерских хозяйств. Начать деятельность сегодня можно с минимальными вложениями. Благодаря грандовой поддержке, за которую, конечно, большое спасибо государству и правительству. Начала работать школа фермеров, но вместе с тем закрытие фермерских хозяйств из-за банкротства увеличивается. И очень важно сейчас сохранить и поддержать действующие крестьянские хозяйства внятной ценовой политикой. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что наши предложения будут услышаны. И в резолюцию мы их довели и надеемся, что они будут включены. Спасибо большое за внимание.